Вот, вот, пожалуйста. Все, удовлетворено. Так воды у Галины Смуровой нет с 5 июня. Больше месяца она не может нормально помыться, приготовить еду и постирать одежду. Без всякого письменного уведомления и устного сообщения. Среди белого дня никто ничего не ожидал. И отключили как раз, когда жара была, под 40 градусов. Иногда с водой помогают соседи. Раз в три дня приходится и самим заказывать воду. А вот посадки на огороде частично пропали, говорит Галина. Кстати, Смуровой не единственные, кому отрезали воду. Среди них пенсионеры-инвалиды. Микрорайон Радужный является коттеджным поселком на основе долевого строительства. Водоснабжение микрорайона Радужный осуществляется от трех артезианских водозаборов. В настоящее время водопровод находится в стадии незавершенного строительства. Обслуживание данных объектов осуществляет предприятие «Аппарель». Источники водоснабжения водопроводной сети микрорайона в реестре объектов муниципальной собственности Барнаула не значатся. По информации предприятия «Аппарель», отключение абонентов от сети водоснабжения производится в связи с высокой задолженностью за обслуживание инженерных сетей. А также с отсутствием договорных отношений. Жители подтверждают, за водоснабжение не платят. Однако утверждают, что готовы только на основании договора, который с ними упорно не хотят заключать. Договора на поставку воды у вас нет по сей день? Да, по сей день такого нет. У меня проблем с электроэнергией нет. Как нет и по другим платежам, и по газу, и по вывозке твердого мусора. Ну вот, вся проблема с водой. С ним разговаривать без толку, он агрессивный очень. Мы ходили, лет пять назад мы ходили, ну как договор, чтобы заключить на поставку воды. Так он нас выгнал и оскорбил. Жители утверждают, с них требуют целевые взносы размером около 8 тысяч в год. Кто их оплачивает, того не трогают. Однако за несколько десятков лет существования поселка никаких улучшений. Да и вода из трубопровода течет по-прежнему техническая. Общаться руководитель частной организации «Апарель» с нами отказался. Мы направили официальный запрос. Формально там придраться с точки зрения закона вряд ли выйдет. Там не все так просто. Там у него то, что он добывает, это у него она идет как техническая вода, которая не является питьевой. И во многом там на него регулирование, касающееся питьевого водоснабжения, оно не распространяется. В этом и есть уловка. Эксперт советует снова подать жалобы в ведомство, особенно в прокуратуру. И приложить документы, что жители являются льготной категорией населения. А также обратиться к депутатам и в федеральную антимонопольную службу. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.